привет друзья и так предугадывая ваш вопрос после предыдущего видео делаю сразу же следующее то есть замес раствор именно под клинкерный кирпич я вам покажу как замешивать раствор именно под этот кирпич поехали итак на клинкерный кирпич нам нужно вывести такой раствор чтобы он не плыл то есть минимальным количеством воды с одной стороны раствор должен быть немножко немножко чуточек эластичным и не рассыпаться с другой стороны он должен быть густым но с ним должно быть комфортно работать поехали итак мы сейчас заливаем воду из расчета замес 1 к 4 нам нужно выйти на количество воды для этого раствора около 10 процентов то есть для начала мы заливаем 7 8 литров ориентировочно воды поехали раствор делаем также на моющем средстве но за счет моющего средства мы можем уменьшить количество воды мыло грамм то есть 20 30 грамм мыло залили воду мыло немножко полоснули и засыпаем сразу же первое ведро песка ведро у нас улетела немножко переколотили следующее сразу ведро цемента сыпем и все это дело хорошо перемешиваем то есть у нас немножко еще булькает там все это дело сейчас у нас пока жидко идет засыпаем второе ведро песка и так у нас два ведра песка есть ведро цемента все сразу же закидываем третье ведро и четвертое полетело то есть не боимся смело закидываем вот такую поочередность сейчас у нас бодяжится сухарь в принципе то что нам и нужно и теперь основная задача это вымешать до той консистенции которая нам нужна сейчас у нас сухарь но мы можем его сейчас довести вот этого сухаря мы можем его перемешать перемешать до такого более жидкого состояния на котором уже у нас будет плыть поэтому сейчас главное поймать тот момент и не перемешать раствор вот уже он начинает увлажняться уже и мы его вымешиваем хорошо нормально нормально здесь замес идет конечно немножко дольше по сравнению с обычным раствором все вот начинает уже со стенок отпадать уже больше получается объем чуть-чуть назад грушу возвращаем вымешиваем все я вам показываю весь процесс то есть полный весь процесс вы уже наверное кто смотрел мое видео замес раствора уже наверное поняли что замес на клинкерный кирпич идет намного дольше все вот у нас уже получается вот такая глина немножко и сейчас мы его вымешаем а ну выключи на минуту и так все ребята вот у нас получается уже вот такая вот вот такая немножко рассыпается он но уже не халва да но уже не халва то есть немножко такой он уже становится эластичной и мы его сейчас домешиваем до нашего то есть домешиваем до консистенции которая нам нужна чтобы он еще мазался как бы вот такой уже поехали дальше сейчас мы немножко уже буквально чуть-чуть мы его добиваем сейчас тут главное не перемешать потому как мы еще сейчас минут пять его помешаем и все и он уже будет жидкий то есть моющее средство дает такой эффект вспенивание то есть ну как вам объяснить это как масло в креме или типа такого да то есть чем больше мы по времени делаем замес тем больше у нас сбивается раствор и становится пышнее эластичнее здесь нам этого не нужно здесь нам нужен именно под нашу работу именно та консистенция которая нужна для кладки клинкерного кирпича все ребята замес у нас закончен то есть вы сами увидели сколько идет один замес пропорция один к четырем ведро цемента 4 песка все мы выключаем и я показываю вам результат глушью все ребята смотрите у нас как раз то что надо получается и густой и мажется то есть нормально то есть с ним будет хорошо работать он не рассыпается не сухой мы его довели до такого состояния у нас получается растворчик вот 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 такой он как бы немножко и эластичный и густой в общем все как нам надо для работы с клинкерным кирпичом вот такой вот сейчас я вам покажу сразу же какой мы раствор сделали и как в работе он будет у нас вот так вот смотрите то есть я его намазываю немножко с таким усилием но с другой стороны он у меня такой эластичный то есть не можно работать вот вот так вот приблизительно то есть на него и будет и клеится хорошо кирпич и он не рассыпается в общем вот как то так я сразу же убираю рейку я сразу же убираю рейку и мы смотрим что у нас шов остается на месте вот специальная и убрал я даже вот придавливаю у нас шо стоит шо стоит как дядька на месте то есть ребята смотрите мы довели раствор до нужного нам состояния для кладки клинкерного кирпича а это основной критерий это минимальное количество воды и максимальные удобства при работе с раствором еще раз повторяю количество воды должно быть 10-12 процентов от общего объема раствора то есть давайте посчитаем у нас получается 4 ведра вот на 12 литровые допустим берем до 4 ведра песка ведро цемента то есть получается у нас где-то 60 литров общей маты до цемент и песок и воды добавляем ну где-то получается если мы добавляем 7 литров воды получается где-то то есть ориентировочно 12 процентов где-то получается воды мы добавляем то есть уже по месту ориентируйтесь тут еще зависит все от песка какой песок песок обязательно используем речной намыв никакого глиняного в принципе та же технология что и при замесе обычного раствора кто не видел посмотрите вот здесь только здесь я говорю мы доводим нам наша задача сделать довести до минимального количества воды чтобы у нас потом кирпич в дальнейшем при работе не плыл и не выходила вся вода лишняя на наружу а как вы уже знаете при клинченом кирпиче это чревато так как он сам получается то есть его поверхности шершавая пористая еще и с такой присыпкой поэтому если не дай бог попадет чуть-чуть растворчик уже вы его ничем не вычистите него в него и вымыть ну и плюс конечно этого раствора что он такой густоватый да то есть у вас меньше вероятность будет что у вас где-то с кельма упадет ляпнет и как раз по облицовке все это дело полетит все ребята на сегодня у меня все я вам показал какой нужен раствор для кладки клинкерного кирпича запомните одно правило минимальное количество воды а сегодня с вами прощаюсь подписывайтесь на канал качайте мини курс по кирпичной кладки а я как всегда желаю вам удачи пока